Всем привет! Каменные львы – известные хранители духа города. Сколько событий они видели, сколько тайн они хранят, сколько раз вносили стабильность и спокойствие в жизнь города, даже если люди этого не замечали. И редко, конечно, дожидались благодарности. Друзья, а вы никогда не задумывались, сколько львов живут на территории современного города Оренбурга и где вообще именно? Предлагаем вам вместе с нами отыскать царских животных, ну или хотя бы часть их. Друзья, сейчас мы находимся с вами возле кирпичного особняка, который в народе называли дом со львами. Появился он в Оренбурге в 1906 году. Располагался он здесь, на Неплюевской улице. Сейчас это улица Ленинская, в историческом центре города. В начале 20 века владельцем усадьбы был знаменитый в губернии адвокат Евсей Городицкий, родственник знаменитого на минуточку советского ученого Константина Циолковского. Как мы видим, друзья, до наших дней, к сожалению, мраморные львы не сохранились. Добавлю, что усадьба адвоката Городицкого долгое время пустовала. Снаружи она утратила свой первоначальный внешний вид, но внутри сохранились дореволюционные фрески и лепнина. Итак, мы находимся с вами на главной улице нашего города, улице Советской. И здесь, по периметру углового дома, улицы Кирова, 32 и Советская, 38, удачно вписались аж 17 знакомых барельефов. Автор их украшений стал архитектор Станислав Евгеньевич Смирнов. Тут львы захватили бесспорно первенство по числу среди каменных скульптур. Ну и в завершении наших поисков я бы хотела рассказать, наверное, про самых знаменитых львов в нашем городе. Вы, наверное, уже догадались, про каких именно. В конце 90-х годов два замечательных льва появились у здания на улице Ленинской, 31. Эскизный проект парадного входа готовил известный Оренбургский зодчий Станислав Смирнов. Он же сделал первый набросок лежачих у дверей львов. Конкретный образ царей природы создал художник, скульптор, керамист Иван Николаевич Ульянов. Мощным подъемным краном привезли одного за другим царя зверей и установили их на сегодняшнее место обитание. Недаром каменные львы поставлены у хода здания. По утверждению молвы, лев спит с открытыми глазами. Друзья, давайте же сегодня почешем их за каменным ухом и даже шепнем несколько добрых слов. Пусть они улыбнутся хотя бы в душе или даже выпьем с ними чашечку чая или кофе и подарим им теплый шарф. Ведь ночи все холоднее и холоднее. Продолжение следует...